Кратенький обзорчик на магнитолу RedPower 51017 R-IPS DSP На RAV4 2013-2018 год, на рестайл, на дорестайл Все комплектации без ограничений, круговой обзор Или будь то обычный кондиционер, все поддерживает Кратенькая ТТХ башки Процессор Intel, 8 ядер, 64 бита 4 гигабайта оперативной памяти 64 гигабайта встроенной памяти Встроенный 4G 3G модем с двумя антеннами Что там еще? Bluetooth модуль Qualcomm двухканальный, двухмодульный Не знаю, как правильно назвать В общем, крутейший Bluetooth модуль Встроенный DSP процессор на борту GPS, GLONASS работают одновременно То есть, мертвых зон или вот этих скачков Их не будет То есть, вот у меня в обычном режиме ловит 15 спутников Так, что еще из особенностей? Прошивки здесь делаются на основе предыдущих То есть, продолжается линейка 210-310-х и вот переходит на 510-ю То есть, все наработки сохраняются Это, естественно, бонус Что еще? В комплекте, точнее не в комплекте Выходит из магнитолы три хвоста USB Это вот так кратенько пробежались Ну, начну с экрана Разрешение здесь 1280 на 720 И реальная матрица IPS 2,5D стекло То есть, вот закругления такие аккуратненькие, красивенькие Светопередача просто обалденная При солнце, даже при прямом попадании солнца на экран На самом деле, ну, видно То есть, едешь по навигатору По тому же Янекс-навигатору И прекрасно все видно дорогу На матрицах не IPS Ну, естественно, все Это слепая зона была бы Покажу под разными углами экран Вот так он выглядит Сейчас сфокусируем Так, ну что здесь Наверное, кратенько покажу тут видосики Как это все дело показывается Ой, не туда Ставим максимально, чтобы оценить Качество карты Понятно Ну, вот видео 720p, которое Ну, как-то так вот Оценить видео можно Ну, раз затронули видео Перейдем дальше к формату Воспроизведение видео на магнитоле Можно производить совершенно С любых источников USB, флешки, видео В общем, онлайн-контент Вот сейчас мы с YouTube Заходили, да Ну, например Будь то материал на флешке У меня еще подключено Подключено Два носителя Один из них HDD И вторая флешка На 128 гигабайт Ну, вот HDD разбит у меня на два диска То есть он терабайт Ну, естественно, как и всегда Система забирает Какие-то там количество гигабайтов И флешка на 128 гигабайт Вот она 115 определяет Так Трудно смотреть Одновременно в телефон И на экранчик Поэтому извиняюсь А где у меня видосики Видосики здесь Я посвятил свою жизнь исследованию неизвестного У меня выступала на этой человеке А за моим самым важным открытием Ну что ж Я только собираюсь Ему совершить Я доктор Роберт Баллер Сегодня я приглашаю вас В неисследованные глубины Ну вот Как-то так Переключается Мгновенно Видно Никакой Буферизации Мы не видим А вот чего Мы не видим YouTube я показал Штатный Видеоплеер Понятно А, вот Такие фишки Покажу Плавненько Перейдем К навигации Включаем Яндекс.Навигатор Показывает Где я Это понятно Сейчас сделаем Вот такую фишку Ну, когда с детьми Мы едем Да, дети просят Папа, включи Папа, включи Да Папа, включи видео Что-то Не понял Папа, видео Так вот Кричат дети Папа, включи мне мультики А мне по навигации Надо ехать Суть какова Что мы делаем Нажимаем сюда Яндекс Яндекс.Навигатор Нажимаем Держим Перетаскиваем В левую сторону Например Мне здесь ближе Удобней Надейте мультики С правой стороны И вот Пожалуйста Едем Наслаждаемся Можно Шире сделать Яндекс Или наоборот Ну, вот как-то так Можно здесь Можно музыку здесь Поставить Или еще что-то То есть Вот таким образом Выходим Включаем Например Яндекс.Музыку Ну, поехали Как-то так вот Для особых Извращенцев Можно вот так вот Сделать Яндекс Навител Рядом Это она Включилась По голосовому Вызову Не надо Помолчи Пока Вот, кстати Смотрим 15 спутников Ловит Одновременно Ну, вот опять Обращу внимание Действительно Яндекс Со мной Укруче То есть Яндекс Хоть что-то Видит Где я Нахожусь Для Навител Я вообще Посреди леса Нахожусь Ну, по сути Так и есть Посреди леса Но Хоть что-то Видит Яндекс Как-то Вот так вот Вот На слово Яндекс Реагирует Надо ей Изменить Голосовую Команду Так Поехали дальше Ну, теперь Конечно Главная Изюминка Магнитола Это звук Звук Здесь Просто Превосходный До этого У меня была Башка 310 R IPS DSP Но В связке С данным Процессором Это 5.1 Процессор Поставил Эту магнитолу Процессор Из схемы Вытащил Оставил Башка Напрямую Идет на усилок Звук Просто Превосходный По звучанию Отличия нет Абсолютно От того Что было С процессором Ну, внешним Процессором Имею ввиду Так Кратенько Пробегусь По этому Процессору Вот тут у меня Задержки Выставлены Таким образом Сейчас у меня Эффект Как же правильно Сказать Эффект Концертного Зала Скажем так Консерватории Какой-нибудь В общем Такое Объемное Звучание Сделано Это Выведено За счет Задержек Это Предустановки Мои Вот здесь Выставляются Задержки Здесь Выставляется Громкость Громкость Децибелы Честно Здесь Я не до конца Понимаю Поэтому Толком Не буду Глубляться В объяснение Вот здесь Я Регулировал Только громкость На канал Правый Левый Задний Что у меня Тут еще Ну и эквалайзер Эквалайзером Тоже поигрался Вот Вот Как-то Так Вот Это Из Возможности По кастому Непосредственно По воспроизведению Звука Вариантов Различных Полно Воспроизводить Музыку Можно Пауэрамп JetAudio Что там АИМП В общем Все что Можно Придумать По сути Я на самом деле Сейчас от флешки Практически Целиком Отказался Это я Вот сейчас Для видео Просто все Это дело Принес Из дома Все что Было у меня Ну и тоже Осталось Триста десятки В основном У меня на флешках Только фильмы Были для детей Мультики Фильмы Вот эти Научные Разные Вот А так Звук Точнее Музыка У меня теперь Яндекс музыка Самая классная Штука Вот крайне Рекомендую Всегда Под тебя Плейлист Подберет Классный У меня Всегда Угадывает С моим Выбором Выбором Музыкальным Ну Тут конечно Нужен интернет Так Что еще Вот Крайне Рекомендую Еще Телеграм Вот Вещица Прям Крайне Недооцененная В плане Вот У меня У нас Пользуется Как Музыкальный Плеер Так Секунду Возможности У него Просто Колоссальные Классно Долгит Ладно По телеграмму Поясню подробней Короче говоря Он может Можем Заходить Музыку Непосредственно С помощью Бота В телеграмме Скачивать Музыку Тут же Добавлять Себе В плеер Сюда же В телеграмме Что там еще Использовать Его как Файлообменник То есть Дома Например Мы закинули На свою Телегу Свой аккаунт Какой-нибудь Файлик Пришли в магнитолу Чтобы с флешками Не бегать Туда-сюда Тут же В магнитоле Ее скачали Что тут еще Скачивать видео Вот я показывал Видео На ютубе До этого Да Вот оно было Ссылочку Скинули В телеграм В бот Тут же Его скачали Вот этот ролик У меня уже Скачанный То есть Он Не на ютубе Это мы уже С магнитолой Смотрим В оффлайн режиме Так Так же В телеграме Есть канал RedPower Тут можно Разные плюшки Выкидывать Видео Обзорчики Видео Уроки Пограмулины Интересные Что там еще У нас тут Что еще Ну и Свежие новости Выходит прошивка Там появится Информация Об этом Так А ну вот Еще есть Интернет радио Кто фанат Какого-либо радио Тут наверное Все радио Которые Только могут быть Вообще В интернете Эфире Собраны Это PC Radio Называется Так Ну вот У нас тут Ну Да Кстати Не все радио С хорошим Звучанием Надо тоже Искать Где-то В формате 128 кбит Вещает Где-то В хорошем формате Это тоже Надо Знать Выискивать Выискивать Ну вот это где-то 192 Наверное Килобит Так себе Средне паршивости Звук Вот Что у нас еще Что у нас еще Ну вот еще Еще покажу Например Воспроизведение Звука Звука В формате Flag Где она Вот Для этого Хорош Плеер Аимп Блин Как рингтоны Не оценить Качество Звука Ну вот Встроенный усилитель Если мало Вдруг звука Оба Так То Субтитры создавал DimaTorzok Вообще в магнитоле желательно использовать все темные тона, потому как днем понятно, светлые, темные, неважно, а вечером едешь, на самом деле любой светлый фон, он все-таки как-то глаз режет, и поэтому даже несмотря на то, что мы затемняем магнитолу, все-таки приятнее, комфортнее ехать, когда здесь темный экран, ну как бы это так, из опыта уже. Так, конечно, мы можем контролировать затемнение экрана, как бы это не является какой-то проблемой, можно вообще вот так выключить. То есть на кнопку руля заложили функцию, выключили экран. Ну, можно такую заставочку поставить. Вот. Ну, можно такой программуленный виджет. Затемняет. Может... Извиняюсь. Ну, в общем, оттенок другого цвета мы можем выставить. Как-то вот так. Так, ну, пробегусь по основным функциям еще автомобиля, что он умеет у нас вывод информации о дверях сюда, показания климат-контроля, вот она сверху, показывает все эти обозначения. Можно эту функцию всю спрятать, чтобы не дублировать информацию, все у нас есть тут и на основном табло. Поэтому все это дело, если что, убирается в настройках. Вот, например, двери мы выбираем, где-то интерфейс, вот настройки дверей и климат. Климат-климат. Вот. Показываю, жать не буду. Ну, вот я уже нажимаю, уже не надо. То есть, все это легко убирается, чтобы не мешало. Также климат можно вывести на весе, как было видно. Ну, я говорю, у меня все это раздражает, поэтому все это убрано максимально. Так, ну, по настройкам. Есть такой режим Sleep Mode. Классная... Угу, не фокусирует. Вот она. У меня выставлено на один день. В режиме Sleep практически не потребляется. Там 0,003, 4,003 мА. Короче говоря, ну, как режим выключенный. При всем при этом работает отлично. Вот, продемонстрирую. Ключ вытащили. Как бы мало времени прошло, но все равно эффект тот же будет, что я включу и через 12, через 18 часов. Вот, она включается на том же месте. Так же продолжается играть. При этом проверял. Усилок отключается, все отключается. То есть, все нормально уходит в полную спячку. Ничто, аккумулятор не высаживает. Так, 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 так. А, ну, по камере заднего вида. Аккумулятор подсел, поэтому все-таки у меня магнитола немного проседает. Камера заднего вида. Так, магнитола, точнее, автомобиль у меня до рестайлинг, 2013 год. Ну, все знают, что на до рестайлах штатно вот эта вот динамическая линия, она не выводится. Ну, благодаря магнитоле динамические линии у нас выводятся. Так, еще один, еще, еще, еще информация по нашей башке. Расход топлива понятно, как на шторном. И вот, непосредственно управление нашим бортовиком. Все настройки здесь заложены, все работает. И, и, а, еще вопросик был по часам. Якобы вот эти часы не видны из-за магнитола. Вот сейчас снимаю с ракурса моих глаз. Все прекрасно видно, ничего не загораживает. То, что я держу вот так вот камеру, это потому, что у меня локоть облокочен на подлокотник. И, как бы, вот так мне удобно снимать. Я так говорю, все хорошо видно, все замечательно. Так, что же еще забыл? Еще пару плюшек покажу. Ну, здесь теперь обновления прилетают по воздуху. То есть, можем обновляться как по воздуху, так и по флешке. Вот, кому как удобнее. Но у меня пока актуально обновление установлено. Сегодня-завтра обещают новую прошивочку. С новыми плюшками. Так, и, и, и... Ну, покажу живые обои. Сейчас у меня черный фон, как я и говорил, почему я предпочитаю. Так, можно такую красоту поставить. И вот так у нас красиво стало. Детям очень нравится. Из плюшек еще вот такая фишка есть. Спидометр. Цифровой спидометр, который у нас будет показывать в любом режиме. Куда бы мы ни заходили, он будет фоном висеть везде. Вот. Все это, естественно, не штатно. Это на канале RedPower все это есть. Приложухи эти. Да, вот еще выведено сюда видеорегистратор мой. Старенький Catfish. Это еще первая версия без Wi-Fi. И вот сюда он все отображает. Раньше выведен, у меня еще был регистратор сюда. Но вот, к сожалению, 510 модель регистратор штатный не поддерживает. Для меня это, конечно, потеря-потерь. Очень нравился мне этот регик. Точнее, радар. Прям вот. Обидно. Ну, наверное, все. Видите, что в приложении висит у меня в фоне? Он сверху. Никакого тормоза абсолютно. Железо прям вытягивает на ура. Эээ, вот оно еще что. По блютузу не рассказал. Есть такая версия, фишечка ELM 327. Я думаю, все знают, что это такое. OBD адаптер. Вот так он функционирует. Сейчас он машинку мою зарегистрирует. Вот, есть. Приборная панель. Прибор самолета. Разные показания. Ну, это надо ехать, чтобы здесь что-то появилось. Я на одном месте стою. Сброс ошибок здесь есть. Считывать ошибки, сбрасывать их. Ну, думаю, такую вещицу все знают. Ошибок у меня нет. Нечего здесь лазить. Так. Ну, вот еще блютуз модуль. Блютуз кратенько зайду. Я его вообще не пользуюсь. Hands-free принципиально. Вот. Ну, вот так. Ну, я еще не подключу. Сейчас из телефона снимаю видео. Поэтому я вам не покажу, не воспроизведу ничего. В общем, вот 8 мой определен. Я его подключал для теста. Можем музыку с блютуза слушать. По блютузу. Что там еще? Звонить, естественно. Ну, в общем, в общем, все что угодно. Вот классная фишка. Здесь есть настройки уже усиления. Вот эти вот усиления громкости микрофона и усиления громкости в динамиках. Как мы слышим у собеседника. Хорошая вещь. То есть, индивидуально под каждый автомобиль можно настроить. Если у кого-то эхо, соответственно, там убираем громкость. Или наоборот, добавляем громкость, если слабо слышно. То есть, такие универсальные настроечки. Модуль, как я говорил, уже там крутейший. Какой-то Qualcomm-овский. Так. Ну, вот вроде теперь и все уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новая фишка Алисова. Сейчас слушайте. В 1980 году Мадонне удалось устроиться в группу Breakfast Club. Через некоторое время певица организовала группу Мадонна And The Sky. Затем Эми. Но они оказались провальными. Ну, справедливости радио плеймарк еще покажу. Не заходил сюда. Стандартный плеймарк со всеми абсолютно стандартными функциями. Не знаю, что... Как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует...